Марка Хавейл провела точечную доработку своего внедорожника H9. Так, в топовой версии машины появилась блокировка переднего дифференциала, при том, что блокировка заднего была изначальным. Кроме того, в двух верхних комплектациях стала доступна система «Танковый разворот», что подтормаживает заднее внутреннее колесо, улучшая манёвренность. Полезным бонусом идёт пресет круиз-контроля, позволяющий буквально ползти. Есть некоторые новшества и в салоне, где отныне присутствуют виртуальные приборы, а медиа-система сменила поколение. Цены увеличились примерно на 40 тысяч рублей, а продажи таких Хавейлов уже стартовали. Любопытно, что двухлитровый бензиновый движок теперь отвечает нормам Евро-6. Из-за этого мощность стала ниже, но крутящий момент возрос. Восьмидиапазонный автомат и двухлитровый турбодизель остались неизменными. Между тем, как недавно выяснилось, армия России под занавес прошлого года провела большой тендер на закупку транспорта для высшего командирского состава. И победителем конкурса оказался тот самый Хавейл H9. Так что, увидев чёрные армейские номера на китайском Хавейле, не удивляйтесь. Теперь на таких машинах ездят полковники и генералы со всей страны. При этом формально H9 считается российским авто, ведь модель успешно локализована на заводе под Тулой. Между тем, Хавейл готовит второе поколение своего флагмана, которое покажут грядущей осенью. Эту новость мы проиллюстрируем внедорожником White Tank 300, ведь технически новый H9 не будет отличаться от трёхсотки. Напомним, у Тэнка двухлитровый турбомотор, восьмидиапазонный автомат и честный полный привод. А главное, три блокировки дифференциалов – межосевая плюс межколёсные. Обе подвески пружинные, но задняя выполнена по зависимой схеме. Завершить выпуск будет логично ещё одной новостью от марки Хавейл. Российский офис бренда начнёт поставлять машины отечественного производства на новые рынки – в Белоруссию, Азербайджан и Казахстан. В эти страны пойдут кроссоверы F7 и F7X, а также неоднократно упомянутые рамники H9. Все эти автомобили производятся на заводе под Тулой по технологии полного цикла, со сваркой и окраской кузовов.